Сегодня в Рио-де-Жанейро состоится презентация русского дома. Он будет открыт для всех наших сограждан вплоть до 10 вечера 21 августа, то есть до закрытия летней Олимпиады. Напомню, Тюмень на ней в составе сборной представляет только дзюдоистка Наталья Кузютина, хотя изначально Олимпийский комитет России включил список четырех наших спортсменов. Допинговый скандал, приведший к остранению от соревнований легкоатлетов, не оставил их шансов Павлу Тренихину и Денису Кудрявцеву. По этой же причине за медали не будет бороться и пловчиха Юлия Ефимова. Я считаю, что решение, которое принял МОК, оно ущербно, потому что оно было принято в нарушение конкретного пункта Олимпийской хартии, где черным по белому записано, что те спортсмены, которые понесли наказание и отбыли дисквалификацию, имеют право быть допущены ко всем международным соревнованиям, в том числе и к Олимпийским миграм. Громкий допинговый скандал имеет политическую подоплеку, а потому может отразиться на количестве международных соревнований в Тюменской области. Однако, по заверениям губернатора, все, что в итоге останется в календаре спортивных мероприятий, будет организовано на высоком уровне и в срок. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!